Я не верю, потому что она не сказала, что за базар отвечаю, и вот так за клуб не дала. 21 число, 4 месяц. Также может поздороваться по приветству наших коллег, которые, судя по всему, для сельсовки или для инстаграма снимают. Привет, коллега. Вертикальная съемка идет. А, да, понятно. Для сельсовки или для инстаграма. Знаешь, что я не верю? Потому что она не сказала, что за базар отвечаю, и вот так за клуб не дала. Я поняла, что вам нужно править по кассе, и поэтому к вам подошла, что оно не промоктировано. Понятно. Если вам нужно купить, давайте... Пойдемте. Ну, вы не сможете это купить. Посмотрим, ладно. Ментам отдадим. А знаете, что вы видите на маркировке? А что это? Рули на голову потерялся. Знает, что лежит на маркированной, и уже гонялась и начинает играть. В этом вся фичка. Там у него упакован тут будет. Совершенно готова. Да, что поедет. Стоять жду. Так, шаурмы 4, это, да. Вот таких сока 23, а шаурмы 4 штуки. Это 24. Сыр, это, он не пробьется там, мы как-то с приходами, потому что сейчас мы это все остаемся. Пока, что они сюда, мы не поднимем. Я всегда приезжаю. Ее выбили, если уже в Москве или в Москве, я летал на участие. Чех, кто не видел. Эта магазина сегодня не умерла. Ну, нет, так что, она на протестную акцию идет. За этим не может быть. Я не знаю, что вы их сказали. По магистратуре сказали? А можно вас попросить вашу камеру убрать, пожалуйста, вы не имеете права на меня снять? Да это вы так думаете, а мы это и не правы. Вы думаете, что мы тебе не правы. Кого-то, скажи, что это? А до этого она ее не видела, камера, да? Она как увидела, да? А, ну, мы можем уберечь ее. Нет, так она и была вот в таком положении. А до этого она не видела. Она ее как увидела, вот с двадцатым сразу, да? А до этого она не видела ее. Да. Хотя она, в принципе, у меня, ну, не прячется. Директор, что, реально протестную акцию? Забыть на вашей акции? Группа супердевочек, да? Да, вот, короче, нуждина Лариса Александровна, директор данного Тухлопритона. Делать рубрику «Не звоните» Ларисе Александровне нужно не звонить по номеру телефона 8-921-091-28-75 И не спрашивают, почему здесь вместо магазина вот такая помойка. Вот так вот. Сегодня у нас 21 число, четвертый месяц. Ну, что, так же работает? Да. Так же можно поздороваться, поприветствовать наших коллег, которые, судя по всему, для фиксовки или для инстаграма снимают. Привет, коллега. Вертикальная съемка идет. А, да, понятно. Для фиксовки или для инстаграма. Здравствуйте. 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 А вы? Ну, он говорит. Вы не видите? Людмят из кадра? А, в клареации нет сегодня? И с чем в среднебудний день она на прокурсацию, что ли, собралась? Она на конференции находит. А, на время наступки? Конечно. Позже будет, имеется в виду, прибудет магазин. Да, прибудет. Просто тут наши права, как потребители, будут нарушены. Хотим вам показать. Вот, Кирилл, везите лёжку, где соки эти были. Пойдёмте. Вот, смотрите, прям здесь соки. Вот, вообще тут выбрали вот эти соки. Я совершил покупку соков кишурмы. И всё оказалось с истекшими сроками годности. Также я выбрал к приобретению кусок сыра, который мне внешне понравился на вид. Но нам сказали, что его не смогут пробить, так как он не маркирован, да, что является нарушением техрегламентов Таможенного союза 0.22 от 2011 года. Предусмотрена ответственность по статье 14.43 КОАП 6.2. Три часа у неё, Людмила. Вы не знаете, сколько хранится? Вы не знаете, сколько хранится шаурма у вас? Вы администратор в этом магазине, точно? Они находятся в такой конкуренте. А, их только интересует шаурма? Не знаю. А детское питание неинтересно, да? Вот, смотрите. Я сейчас посмотрела на строку этого детского питания. Среди тысячи трёх месяцев четко и ясно прописывают производителей. Здесь можно усматривать состав преступления, предусмотренного 238-й сочи уголовного кодекса. Причём, понимаете, целая партия, кстати. Я понимаю. Вот поэтому мы не просто так пытались директора позвать. Не вы лично должны рядом с нами. Она находится на конференции. Я уже понял, да. В данный момент не могут находиться здесь. Не знаю, что делать. Всё это не такой день, когда менты, скорее всего, не приедут готовиться к большому кипишу. У себя пока оставить, или что с ними делать? Завтра вернутся, или что? А завтра она будет? Завтра мы первый отдел... Завтра она будет, но опять же будет где-то подлезительно с обеда. Завтра мы первый отдел распигачиваем, полиция. У нас туда визит. То есть у вас дом садминистратора как лицо замечающее, да, дом садминистратора? Как замок директора. У нас. На данный момент так. Хорошо, вот эти двое... Из ларца, которые были? Из ларца, СБшники, да? Они сейчас что, позвонят и сообщат просто об этом факте? У тебя просрочка? И не выдернутое встречание? Хочу сообщать, я тебя перебью. Они сообщат о том, что в магазине шаурма просрочена. Всё остальное им неинтересно. Да, они скажут, слышь, ты что, борзелы мы в шаурму живём, а ты тут просрочена. Я не могу сказать, что они позвонят и скажут, мысли не читают. А сегодня она через сколько будет? Она через две сегодня будет. Она на конкуренции. А, только завтра. И контролируем по командировке. Что в Нижней? Ну, Миддл Волгу-то я знаком раньше, чем вы, потому что я не житель города Ленинграда. Я тоже не... Я из Москвы к вам приезжаю, а в Нижнем Новгороде Евроспаре бывал, в Москве бывал, с Миддл Волгом, ну, очень неплохо знакомы. Я не ожидал, что новый магазин будет завтра, по-русски говоря. И вот я ему говорю, может, это Дикси вообще? Говорю, давай заглянем вот одним глазком. Ну, я знаю ситуацию с отделением там, да, серые тележки, питерские там спары были и так далее. Я не знаю про эти деления. Были, были. Потом эти спары все позакрывались, задолжали много денег работникам, поставщикам, прочие-прочие, международный розыск и так далее. Но, тем не менее, сюда, в Питер, в итоге пришли ООО «Миддл Волга», именно Нижегородского ветка спаров. Питерские многие не знакомы, вот именно с этим форматом ООО «Миддл Волга» и его спары. У них был другой, у них была такая вот затемненная, приглушенная свет атмосфера. Вот серого цвета пластмассовая телега. Да, они выглядят даже по-другому, другой дизайн имели. А я, в отличие от многих, был давным-давно знаком. Многие вот эти сыры, когда там, прям лежат у них на 15 дней, на месяц просрочек. У них же много раздельных. Смотрите на канале «Клуб Патриот». Вот это есть, есть маза вызвать ментов, чтобы они все это изняли, направили в Роспотребнадзор по парламентам. Закончу от меня, попрекицы, чьи правы были нарушены. Претензии в судебном порядке, а в мещении морального гряза есть, и, возможно, искру заявления в суд. Найдем пакетик, купим, вот это говно положим. А что она тумеядничает до сих пор? Я не помню. Открывай, открывай-ка. Тумеядничает, взяла убежала у нас. Объясните, пожалуйста, человеку. Я могу получить отказ от вашей просьбы. А ваши камеры не смущают вас? Эта камера, может, вы знаете для чего. Для чего? А на телефоне у вас камера есть, тоже не смущает? У этого какого-то срок годности исчезла 9 апреля. До 15 апреля. Так я отнимаю свою опцию с ограниченной ответственностью МИДУ Волга. А чем вы занимались? Субтитры делал DimaTorzok И еще просьба их отламывать. Так, чтобы у них было ненадлежащая качество. О, вы дорожите. А вы работаете? Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok